Здравствуйте, ребята! Продолжим знакомство с задачами, для решения которых нужно выполнить два действия. Прочитаем задачу. На роликовых коньках катались пять мальчиков. Сначала к ним пришли еще четыре мальчика, а потом два мальчика ушли домой. Сколько мальчиков осталось? Итак, это задача о мальчиках. Прочитаем еще раз задачу и выделим слова, которые показывают, как связаны между собой числовые данные задачи. На роликовых коньках катались пять мальчиков. Сначала к ним пришли еще четыре мальчика, а потом два мальчика ушли домой. Сколько мальчиков осталось? Слова катались, пришли, ушли, осталось показывают, что события в задаче происходили последовательно и помогают понять, что количество мальчиков изменялось два раза. Дополним краткую запись и проиллюстрируем изменения с помощью геометрических фигур. Известно, что на роликовых коньках каталось пять мальчиков. Обозначим их количество пятью прямоугольниками. К ним сначала пришли четыре мальчика. Добавим к пяти прямоугольникам еще четыре. Количество мальчиков увеличилось. Это изменение отражает схема. Потом количество мальчиков опять меняется. Два мальчика ушли. Количество мальчиков уменьшилось. Это изменение показано на схеме. Надо узнать, сколько мальчиков осталось. Это вопрос задачи, на который надо найти ответ. Рассмотрим еще раз краткую запись и схемы. Количество мальчиков изменялось два раза. Сначала увеличивалось, а потом уменьшалось. Подумайте и скажите, сколько действий надо выполнить, чтобы ответить на вопрос задачи. Надо выполнить два действия. Провести рассуждение и решить задачу поможет схема поиска решения задачи. Сначала мы можем узнать, сколько стало мальчиков, когда к пяти мальчикам пришли еще четыре мальчика. А потом узнаем, сколько мальчиков осталось, когда два мальчика ушли домой. Запишем решение задачи. Первым действием узнаем, сколько стало мальчиков, когда еще четыре мальчика пришли. Для этого выполним сложение. К пяти прибавить четыре, получится девять. Девять мальчиков стало. Вторым действием узнаем, сколько мальчиков осталось, когда два мальчика ушли домой. Другими словами, отвечаем на вопрос задачи. Выполним вычитание. Из девяти вычесть два, получится семь. Семь мальчиков осталось. Мы ответили на вопрос задачи. Запишем ответ. Прочитаем и решим еще одну задачу. На горке было восемь лыжников. Сначала с горки съехали четыре лыжника, а потом два лыжника поднялись на горку. Сколько лыжников стало на горке? Это задача о лыжниках. Прочитаем еще раз задачу и выделим слова, которые показывают, как связаны числовые данные задачи. На горке было восемь лыжников. Сначала с горки съехали четыре лыжника, а потом два лыжника поднялись на горку. Сколько лыжников стало на горке? Слова «было», «съехали», «поднялись», «стало» показывают, что события в задаче происходили последовательно и помогают понять, что количество лыжников изменялось два раза. Нажмите на паузу и рассмотрите краткую запись и схему к задаче. Слова в краткой записи и схема задачи подсказывают, что сначала количество лыжников уменьшается, а потом количество лыжников увеличивается. Количество лыжников изменялось два раза. Надо узнать, сколько лыжников стало на горке. Это вопрос задачи. Подумайте, сколько действий надо выполнить, чтобы ответить на вопрос задачи. Правильно. Два. Провести рассуждение и решить задачу помогут вопросы и схема поиска решения задачи. Нажмите на паузу, составьте план решения и решите эту задачу самостоятельно. Проверьте свои рассуждения. Сначала надо было узнать количество лыжников, которые остались, когда четыре лыжника съехали с горки. Из восьми вычесть четыре, получится четыре. Четыре лыжника осталось на горке. Потом надо было узнать, сколько лыжников стало на горке, когда к ним поднялись еще два лыжника. К четырем прибавить два, получится шесть. Шесть лыжников стало на горке. Мы ответили на вопрос задачи. Сегодня мы познакомились с задачами, в которых происходят последовательные изменения. и которые решаются двумя действиями. Надеюсь, что решение этих задач не вызовет у вас затруднений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!